О чем говорил президент в парламенте? По его словам, растут расходы на обслуживание госдолга, не снижаются трансферты из национального фонда, сохраняются проблемы с эффективностью освоения бюджета всех уровней. Поэтому нам нужна продуманная и сбалансированная бюджетная политика, сказал он. Проект нового бюджетного кодекса, который будет внесен в парламент в текущем году, должен быть направлен на решение данных вопросов. Начнем с того, что президент Казахстана Касмжом Артукаев поручил новому Кабмину и депутатам сформировать справедливую, стабильную и прозрачную налоговую систему. Новая модель налоговой политики должна обеспечить оптимальное распределение национального богатства, высокий уровень экономической активности и точечную поддержку приоритетных отраслей экономики. Весь процесс взаимодействия фискальных органов с бизнесом требуется, наконец, полностью оцифровать. Это позволит в значительной степени облегчить жизнь предпринимателей, а также на системной основе увеличить поступление в бюджет. В парламенте можно было бы обсудить возможность дифференциации ставки по доходному налогу и налогу на добавленную стоимость, который формирует львиную долю госбюджета. По его словам, высокодоходные, крупные предприятия и экспортирующие сырье компании должны платить в казну больше. Такая практика давно и успешно зарекомендовала себя в мире. Также Токаев сказал чиновникам не ждать поручений сверху. Далее президент раскритиковал низкие тарифы для людей с особняками на газ. Для тех, кто сейчас днем и ночью отапливает огромные особняки по низкому тарифу, в новой системе цена кубометра должна стать выше. В этом и проявляется социальная справедливость. После этого президент высказался о контроле за лоббистами. Известно, что при разработке законов и различных правил на принятие решений большое влияние оказывают финансово-промышленные группы, крупный бизнес. Справедливости ради стоит отметить, что это свойственно практически всем странам, включая развитые, сказал президент. Но когда это происходит кулуарно, в условиях полной правовой неурегулированности, создается широкое поле для коррупции, сказал он. В цивилизованном мире политика формируется не за закрытыми дверями, подчеркнул Токаев. Далее президент предупредил о растущей дистанции между богатыми и бедными. В этой связи Токаев попросил парламент принять закон о возврате незаконно выведенных активов. Одним из первых указов, которые я подписал после переизбрания президентом, стал указ о мерах по возврату государству незаконно выведенных активов. Правительство и Генеральная прокуратура уже подготовили отдельный законопроект. Прошу парламент в ближайшее время принять соответствующий закон. Эти средства должны быть направлены исключительно на развитие страны. И вообще, по словам президента, нужно пересмотреть бюджет. Это касается в том числе и бюджетных расходов. Однако планирование и исполнение бюджета оставляет желать лучшего. К сожалению, растут расходы на обслуживание госдолга, не снижаются трансферты из национального фонда, сохраняются проблемы с эффективностью освоения бюджетов всех уровней. Поэтому нам нужна продуманная и сбалансированная бюджетная политика. Проект нового бюджетного кодекса, который будет внесен в парламент в текущем году, должен быть направлен на решение данных вопросов. Резюмируя, президент попросил депутатов не быть популистами и поручил транслировать заседание парламента по телевидению. Кстати, выборы на этом не заканчиваются. Прямые выборы Акимов 45 районов и городов областного значения пройдут уже в этом году. Бауржанша Ахмед Ахмедяр Ильясов, Столичное бюро, ТДК-42.